Но это промотивировало Иона тренироваться еще больше, достигать лучших, быстрее побед, четких побед. Я не помню, чтобы по отношению к его поединкам были какие-то у кого-то сомнения. Ну вот представили французского спортсмена, представили клуб, в котором он тренируется, за которым он выступает. Настроен он уверенно. Ну да, рефери прямо с ними гораздо ниже ростом, как мальчик стоит. Явно видно преимущество французского бойца в росте. Намного он выше своего оппонента. Ну я думаю, что после сгонки у него сейчас и веса побольше будет. Это в любом случае, потому что спортсмен, если правильно восстанавливается, он возвращает свои 5-7 килограмм. Итак, начало поединка. И мы видим сразу же, и мы видим попадание. Справа попало и в тело на добивание. И остановка рефери. Поединка. Как-то молниеносно получилась эта победа. Сколько там? Всего лишь 10 секунд. О, опять Ваня отжимается. Ударом молоток добил своего противника Ион Куцелаба. И давайте порадуемся за нашего соотечественника. Один из самых быстрых боев на данном турнире. Как радуется тренер, радуется его брат. Достойная победа. Кто бы что ни говорил, он победил большого человека. На голову выше, тяжелее, фактурнее. Дамы и господа, аплодируем стоя нашему бойцу. Я посмотрел, кто там и зал был в восторге от этой победы. Для Ион это на самом деле очень важная победа, потому что это был очень опытный спортсмен. И очень молниеносно получилась эта победа. Неожиданно ни для кого, в принципе. Насколько я знаю, французы возлагали большие надежды на своего спортсмена. Но, что есть, то есть. Молдавский спортсмен выиграл очень быстро в первом раунде данный поединок. А нас еще ждут два основных поединка данного вечера. Я бы сказал, он очень уверенно выиграл. Мы поздравляем нашего спортсмена с очередной победой. Я думаю, это отразится в его рейтинге, в мировом рейтинге. Продолжение следует...